Окей, ну как бы мы продолжаем наши занятия по книге «К душа ватэва», приблизительные переводы святости природы, скажем так. Вот у нас как бы параграф связанный, или параграф, наверное, да, даже раздел связанный со свободой выбора, ецарами и так дальше. Вот мы сейчас находимся в параграфе, который называется «Абдут-Вахерут», а именно «Рабство и свобода». Хорошо? Ну хорошо, будем тропа очереди читать. Такая идея. Пожалуйста, перебивайте, говорите, когда что, кто как может, да. В тот момент, когда мы принимаем установку или определение морали с Прагой, по которому определяется, что ецар, то есть злое побуждение, он представляет собой то самое напряжение между миром природным и миром отделенным, так сказано, не вдаль. Значит, в этот момент, в этот момент сразу же получается и дополнительное определение. Поскольку в мире природном господствует, царствует порядок законов, общая система законопостроения достаточно твердо определенная, в то время как в мире отделенном, ну, это, видимо, то, что мир, который противопоставляется миру природному, в нем существуют свободные желания, а именно и тогда получается, что ецара, то есть злое начало, это метах, напряжение, которое существует между рабством и свободой. Ну, как бы, логика такая, что в мире природном, поскольку все очень жестко определено, ну, типа дарвинизма, предположим, да, вот, то это как бы типа как рабство, то есть сильный выживает, слабый добыча сильного и так дальше, все как бы очевидно. И это, по-видимому, как бы можно символизировать рабством, в котором тоже все определено, есть хозяин, есть раб, и как бы все так оно жестко существует на основании таких жестких законов. А баулам анифдаль, мир, который неприродный, там царствует свобода, поскольку там свободный выбор, да, такая, наверное, идея. Ба милим ахирот, другими словами. Анатия эляхет и бакашата авдуд бенефишадам. Да, из этого делает следующий вывод, что стремление или склонность к совершению греха, по существу, это некоторая просьба и пожелание о рабстве в душе человека. Когда человек капитулирует перед злым началом, он, по существу, просит для себя рабство. Все понятно здесь? Ну да, да. Это не очень, если честно. Вот я-то мне тоже, кажется, не очень. То есть, как бы, ну, я понимаю, как это было. Я понимаю логику, которая была выставлена. Скажешь, бы это как бы сто процентов убеждало. Ну как, человек порабощен злым началом. Да, если он делает что-то неправильное, у него формируется привычка к этому, и он становится рабом вот этих злых побуждений. И он дальше уже не может от них, как бы, даже если он хочет. То есть, почему такую трудность составляет тшува, да, исправление своих свойств? Потому что человек выходит из порабощения своими привычками, да, на свободу, там, где он сам. То есть, он хочет выйти, да, он хочет исправить свои свойства. Но почему это трудно? Потому что его связывают вот эти привычки. То есть, таким образом получается, что вот этот мир злого начал связан с рабством. Тогда как бы получается, не знаю, такое ощущение, что злое начало – это, если, как говорили, что это мир природный, а именно это часть, как бы, жесткого закона образования. То есть, это жесткая составляющая, и, как бы, не знаю, то есть, как бы, человек в своей основе грешен, а зло, а для того, чтобы совершать добрые дела, надо воспользоваться свободой и, как бы, отделаться. Как есть сравнивать злое начало с природой? И правильно-то, но, как бы, в природе, не знаю, волк не думает сильно, когда он съедает там овечку, потому что, как бы, нет выбора. То есть, в нем это изначально заложено. Мне, как бы, мешает вот здесь, вот, да, в этой логике, о том, что, мне кажется, точно так же можно прийти отсюда к убеждению, что человек изначально, над ним властвует жесткая система злого начала. Для того, чтобы победить, он должен выйти на свободу. Нет? Ну, не совсем так. Смотри, на прошлом уроке мы же разобрали, что само понятие злого начала, оно появляется, когда есть заповеди, то есть, когда есть связь вот этим улам-аневдаль. И как раз, когда мы узнаем о том, что есть что-то другое, у нас появляется вот это напряжение. А волк, да, он не свободен. Но его поведение нельзя назвать злым, да, животное. Потому что он живет в мире вот этих вот закономерностей. Что свободы у него нет, это да. Да, вот если у него злые начала, нет. Если, допустим, какому-нибудь зверю дадим выбор, да, дадим ему какие-то указания моральные, да, да, если представить себе такое, то действия против этих указаний, они будут называться ес-эр-хара, злым побуждением. Вот, но пока их нет, мы не можем называть человека, который не получил связь вот с этим отделенным миром, не получил заповеди, да, его нельзя назвать, что у него есть злой начал, но нельзя назвать его и свободным. Вот так я понял, как бы, вместе с тем, что мы в прошлый раз учили. Хорошо, давайте продвинемся часок вперед, может, станет более понятно, да. Есть еще у кого-то мысли? На родном мысли? Нет, можно сильно почитаем дальше. Давайте почитаем дальше, может быть понятно. Вот тот что-то в тщательном писал. А, всем добрый вечер, салава. Окей. Ну вот, пожалуйста, Раф пишет. И это определение очень удивительное. Правильно, меня тоже удивило. Это очень странное утверждение. Это значит, странное определение. Почему? Потому что в большинстве случаев те аргументы, которые выдвигает Ецарара, злое побуждение, они основываются на свободе. В скобках написано АСЕ МАШЕ АТАХАФЭТС. То есть, как бы... Сделай то, что хочешь. Ну, неважно. Сделай то, что ты хочешь. А вы человек. Ну, как говорят. Ну, я свободный, почему? Я делаю, что я хочу. Раф нам доказывает, что вот это вот, чего хочу, это на самом деле это порабощение, а не свободное желание. Ну, как бы так, да? Так нам объясняет Равин. Окей? Выдавка аниму кимши кенэгдони смахим альтовниет клалиет. И напротив, аргументы, которые против этого, они как бы основываются на построениях и правилах. То есть, для того, чтобы делать что-то доброе, тебе должны объяснить. Это я поясняю Рау, да? Как мне кажется, Владимир Иванович, его мысль. Потому что, чтобы делать что-то доброе, да, тебе надо, как бы, доказать, почему, например, надо давать там сдаку, например, да, пожертвования делать и все. А по-простому тебе этого делать, как бы, не надо. Трать деньги на свое удовольствие. А оно объясняет, что это, как бы, так и так это принято думать, но показывает нам, что это неправильно. То есть, когда человеку говорят, делай, как бы, хорошие дела, ему говорят, делай так и не делай так. И получается, что это, как бы, здесь жесткое. То есть, как бы, делание свободного, делание хорошего, это как раз и обуздание, когда человек... А, я даже сказал так. Когда человек обуздывает свои настроения делать что-то, вот, тогда, тогда он делает хорошие дела. И получается, что, наоборот, как бы, раб, когда он... Сейчас хочу кайфовать и, там, не знаю, чем-то заниматься, вот таким веселым. А вместо этого, вот, сижу, занимаюсь торой. Ну, как бы, получается, наоборот. Мне сказали, что торой – это хорошо, занимайся торой. Окей. А на самом деле я бы сейчас пошел и в снежки поиграл. Окей. Ну, хорошо. Улам митсадаймет. Ну, а теперь раб, как бы, разбивает вот это вот построение, которое... Ну, по-видимому, общее принято. Ну, он говорит, ну, с точки зрения истинного положения вещей. Акнияль, Ецарара, но цереткашир адамы вакеш лохи ахлацмо шейн умысугай ламо бифне питу и ауламазы. Что на самом деле, как бы, ну, капитулянство, капитулянство перед Ецарара, перед началом возникает, когда человек, он хочет доказать самому себе, что он не способен выстоять перед ну, питуи, перед соблазнами этого мира. Шейну бэн хорин, что он не свободный человек. Блахэн зугамэйнэна ашматой. Поэтому это не его вина. Человек говорит, ну что, слаб человек, вот тянет меня сделать это, и все, ну что я могу сделать? Все такая идея. И когда он так говорит, это действительно больше похоже на аргументацию раба, который говорит, ну я не способен, я не могу. Если человек свободен, он говорит, я да, свободен, я да, могу, я да, слаблен, я понимаю и так далее. Вот он говорит, ну я раб своих желаний, ничего сделать не могу. А если он не говорит, я раб, если он с ними слит, он говорит, я так хочу, я так буду делать, тогда его нельзя назвать рабом, получается. Если человек говорит, я не могу устоять, да, это значит, что он пробует устоять, значит, он знает какое-то другое поведение напротив этого, да, и тогда вот это называется капитуляцией. Вот, а если человек говорит, я вот так хочу, я так буду делать, тогда жить его нельзя назвать рабом. он передает эту ответственность руки кого-то другу таким образом подтверждает определение от формулировку раба повторяется или возвращается к этой идее многое множество раз свои книги урота ахазарабет шува возвращение или раскаяние по-русски раскаяние не очень хорошее слово мы так и говорим шува возвращение на правильный путь до исправления мазбира объясняет раф и и акшанут ламот тамид беда ахат это на самом деле представляет собой некоторые упрямство или упорное желание стоять на одной точке зрения посмотрим что это такое о литом их ба и бэхэвлей ахэд шанаасу ламинак бэйна маасим бэйна биот я махала абам меток шику оба бут кашэши я на канале сейчас рафхук это понять просто но есть зубудробильный текст который надо прорываться ну хорошо хорошо сейчас прочитаю целиком просто чтобы понять акшанут ламот тамид бэда ахат литом их ба бэхэвлей ахэд шинаасу ламинак Ну, хорошо, он как бы повторяет только красивыми очень красивыми выражениями, что речь идет действительно о попадании в зависимости от греха, от рабства и все. Ну, вот последняя фраза будет более понятна. Ну, хорошо, потому что тшува, да, то есть возвращение на правильный путь, как-то так, да, ишуэфет, она стремится к изначальному истинной свободе, которая представляет собой божественную свободу, шейный мозг шума Авдута, которая совершенно не связана с Авдутом. Ну, я, как называется, катон, я человек маленький, вообще минимальный, значит, если у Рава Шерки есть, как бы, логика такая, достаточно четко выстроенная, с которой можно соглашаться или нет, когда пишет Равкук, то это, как бы, ну, не знаю, либо ты это принимаешь, и ты, как бы, кайфуешь от этого, либо тебе это просто не очень понятно. То есть, как бы, никакой логики, то есть, нет никакого подтверждения. Есть просто, как бы, красивая констатация некоторых пожеланий, так мне кажется. Окей, ну, хорошо. Значит, в Иерусалимском Талмуде, да, значит, есть два вида, как бы, Талмуда, один, который писался в Вавилоне, тот, который писался в Иерусалиме. Тот, который принят и, как бы, лег в основу устной традиции, это вавилонский Талмуд, Талмуд Бавля. А вот здесь, да, в конце цитируется Талмуд Иерусалим. Талмуд Иерусалиме, в трактате Йома, это законы, связанные с Йома, Йома называется, это Йом-Кипур, слово Йом, день, да. И мува, сипу, раба, приводится вот такой рассказ. И раби Хага, надеюсь, я правильно произношу, и яшафлихнея Рафмана, тоже, надеюсь, я правильно произношу, и мы кипурим, вот сидел раб Хага, сидел перед Рафманом в Йом-Кипур. Раби Хага, я Цамэ, и этот один из них, раби Хага, он был, хотел пить, и его обривала жажда. Умепнехуль шато шалят раби Мана, ему талу ли что-то, и по причине слабости, в которой он находился. Он спросил у раби Мана, позволено ли ему пить, амар ло раби Мана, ему сказал Рафмана, пей. Значит, какое-то время тот самый Рафман, у которого второй раб спрашивал, он, видимо, хотел его подкузмить, это я говорю. И сказал, ну что, попил? Раби Хага, она. Ло, нет, не пил. А он сказал, а, когда ты, например, разрешил попить, так уже и пить не хотелось. И вот этот вот рассказ, он даже лег в основу некоторого галактического постановления. Окей? Ну, есть... Ему хотелось пить, потому что нельзя было пить, да, поскольку был пост. Как ему разрешили, он уже больше не хотел пить. Ну да, то есть область запрещенного, она еще привлекает не как бы объективным наслаждением, которое в ней есть. А есть элемент, который по-русски называется запретный плод сла. По-видимому, это тоже как бы калька с эмиритом. Получается, что способ борьбы с Ецером, это ему не сопротивляться. Ну так, если... Ну, уже хорошо. Нет, ну не то, чтобы не сопротивляться, а как бы понять, что тебя к нему стремит. Почему, почему? Возьмем самое сильное желание, да. Ну вот желание, например, запрещенных половых связей. Понятно, что большинство как бы к этому стремится. И, не знаю, людей это в голове. Почему? Ну, потому что это нельзя. Ну, если это нельзя, то это очень хочется. Можно спросить, почему Всевышний так устроил человека, что ему хочется именно запрещенного. Вот у человека своя собственная жена красавец, правильно? А его совершенно не тянет. А вот соседка вообще говорит, мы хуэра, правильно? А он не может удержаться. Почему? А потому что она ему запрещена. Вот здесь то же самое. Здесь такой рассказ красивый. Не соседки, идиотские, которые я привел. А очень красивый рассказ про емкий путь. Он хотел пить, спросил как. Ну, один спросил другого, можно в обеде? Он говорит, ну, пей. Потом спрашивает, ну, что, ты попел? Он говорит, нет, почему? Так ты как-то не разрешил, мне уже пить не захотелось. Ну, что-то в этом есть. Окей, сказать, что сто процентов отбивает, это нет. Человек реально хотел, его мучает жажда, но он все-таки пьет, правильно? Ну, как красивая метафора. Какая-то часть действительно в этом есть. Окей. А Талмуд Хосе, да, Вика, привет. А Талмуд Хосе в Ифанейну и Корон Хашуфе. И вот здесь нам Талмуд, как бы, раскрывает перед нами важный принцип. Когда один разрешил другому, то тот, который разрешил, он как бы представил спрашивающего, да, перед всей тяжестью ответственности. Здесь, как бы, я своими словами, да, он перенес на нему, он сказал, пей, в смысле, что я переношу на тебя решение, я тебя освободил, а теперь, теперь ты решай. И в тот момент, когда это стало перед ним, то он, по-видимому, сказал, да, нет, не хочу. Получается, что пока он не спросил, он хотел пить, у него не было ответственности, да, то есть он находился под вот этим запретом пить. А когда он спросил, у него появился выбор, получается, на теле не пить. Да. Да. То есть последняя преграда, которая у него была перед тем, чтобы не пить, это была его собственная ответственность. Ну, и тогда, как бы, он взял эту ответственность и не стал пить. Все это время, когда вот этот тот, который спрашивал про питье у Раби Хага, он предполагал, что ему запрещено пить с точки зрения, как бы, с позиции Аллахи, да, делать это, это нарушение. Айтала Милхама има Ецарь, у него была война с Ецаром, со злым побуждением. Почему? Потому что если воспринимать Аллаху, то есть религиозные законы, как фактор внешний, Шехазах Мимэну, который сильнее него, Векувэйтна Итнагуто, и который определяет его поведение, Уяхоль беутамида, Лумар зод, Камал Айетсар, он в таком же смысле, он в такой же степени может сказать это про Ецарь. Если это внешне мне навязано, да, то есть так же говорит и про Ецарь. Улам има давар мутар. Но если, как бы, это действие становится разрешенное, Венатун лабихирату и становится вопросом его собственного выбора, Эн бенемца горем шехазах Мимэну, то тогда, ну, видимо, в существующем или в окружающем мире, да, у него Эн бенемца горем шеха... Мимэну в мире от кого? Имадавар мутар Венатун. Нету фактора сильнее его. Его кого? Самого человека? То есть сильнее человека, который хочет пить. Да, я тоже думаю. Нету, то есть человек оказывается сильнее всего, сильнее Ецарат, сильнее всего. Эн арацон лето, вэн арацов лера, тлуим ахвырагбой. Тогда получается, что желание делать добрые или плохие дела, да, это заключается только в нем. Он источник всего, это я добавляю. Вемиспар мекрим, мевиат алмуд, эт двора в шараби, ила, ила, что-то как-то типа этого, азакен старшего. Им роэ адам шиецер мид габэ рала. Если человек видит, шо ецро, да, то есть его злое побуждение, оно преобладает, убеждает его. И лехла маком шейн макириму, то ему, да, это известно, то он должен пойти в место, в котором его не знают. Бэльбаш шхорим, не одеться вовчерное, то есть не в праздничное. И завернуться во все черное. И тогда пускай делает, что он хочет. И не будет профанировать имя Всевышнего, бэфоресия. Бэфоресия, очень важное слово, публично. То есть, если уж человек тянет, что-то сделать плохое, то правильно, что он делает, не форесия. Очень хочется евреям, хочется курить в субботу. Есть люди, которые дико от этого страдают. Чем дальше, тем, по-видимому, все меньше, потому что курение, по-видимому, уходит из этого мира. Но раньше, я знаю, люди дико страдают. Вот в Ёмки-Пур там, не есть это еще как. Но вот не курить, просто с ума сойти. Окей? Так вот если он что-то такое хочет делать. Правильно, чтобы он не курил в синагоге в субботу или в Ёмки-Пур. А вот завернулся во все черное и попер бы куда-нибудь, не знаю, в Ваде у нас тут. Там бы, значит, я курил. Раша мы ваэр. Раша мы ваэр. Сейчас, вот, Владимир к нам пришел. Раша мы ваэр. Кияя, а дившио, то адам, я вор, а вера, шеркния, лецерара. О! А Раша даже объясняет, что вообще-то было бы желательно, чтобы этот человек, он совершит преступление, подчиняясь вот этому Ёцеру, подчиняясь злому началу. Мяшеши и халэлят шем, а шем Барабим. Чем он будет профанировать имя Всевышнего Барабима? Это означает дофоресия, то есть на виду у всех. Улам рабейну хананель. Ну вот, с другой стороны, да, рабейну хананель, а мувабе в тусафот, мнение которого приводится в тусафот. Тусафот – один из комментариев к Талмуду, стандартный, классический, который на полях. Пишется, да? Называется тусафот. Тусафот – это дополнение, да? Когда человек сейчас хочет фалафель купить, я в скобках говорю для юмора. Человек хочет купить фалафель, да, вот он его спрашивает. Им тусафот или бобли то тусафот. Здесь тусафот имеются другие, не салаты, а комментарии тусафот. Те, кто их пишет, они называются балээ тусафот. Балэ тусафот – это автор тусафот. Итак, миздаэк, ромэр, а он, вот рабе хананель, он как бы миздаэк – это в смысле вскрикивает, вскрикивает и кричит. И говорит, хасвэшалом, не дай бог, вадайшино утарлэу, то адам лавор авера. Не дай бог. Понятно, что человеку совершенно не разрешено делать авиру, преступление. Эла лавишата шхурим, вышиной маком, и грыму лоб, и сухошальдавар лейманами авира. А, а тут идея как бы в том, что сама процедура ухода от людей, то есть заворачиваясь в черной одежды, нахождение черного закоулка какого-нибудь. Вот вся эта процедура, когда он это уже делает, то ему уже и сама идея о том, что что-то такое там, съесть, покурить или что-то сделать, она уже станет противной. То есть понятно, что до этого было такое настроение о том, что можно было подумать, что он говорит, «Ну, послушай, так хочется, иди и делай, только делай, чтобы никто не видел, как по-простому». А Рави Ханали говорит, «Да нет, совершенно не в этом идея». Идея в том, что человеку сказать, «Ну, хорошо, делай, но при этом поставить столько преград на то, чтобы он делал, как бы неприятно для него, что у него попутно все, пока он будет идти и совершать нехорошее дело, у него испарится все желание». Такая идея, да? Окей. «Мира шэла маскана». И представляется, как бы в качестве резюме, что вообще человеку правильнее было бы сказать или принять вот этот комментарий Раши в таком виде. «Шэмэтир ло лавуравэра», который как будто, да, он разрешает ему совершать преступление, что-то нехорошее. «Мишумшэ бэо фэнзэ уйнак кэ пэру шато сафот вэйманамэля». Почему? Потому что таким образом он будет идти по дороге, которую говорит балэто сафот. Ну, то, что как бы, да, вот я вместе с вами, да, это идея. Правильно ему сказать. Да, очень хочется тебе, ну, иди, только знаешь, что для того, что вот хочешь есть свинину, есть, нет проблем. Но только для этого тебе надо пройти вот там километров пять по пустыне, да, забраться где-нибудь под кустарник, сидеть и там есть. Но пока он будет идти по жаре в черном, и все-таки он по одному будет. «На фиг мне это сдалось, лучше уж обратно вернусь». Вот как бы такая идея. Окей. «Каэт не танли рот кицат адимуч льецара киешут адсмаит у ашлама им ареш». А теперь давайте посмотрим, каким образом представление ецарара злого начала как независимую субстанцию, ну, так, наверное, да, а власть, ну, как независимую власть, ну, как бы, вот так, да, это все представляет собой примирение со злом. А вот там, адам бухэр лейканал и ра, если человек выбирает капитулянство перед ра, перед злом, вальеды димуй зэ умина сэ ласир мя лав, а, если человек выбирает, свободно как бы выбирает, да, выбор выбирает, как бы, капитулирует перед злым началом, то, представляя его таким образом, как отдельно стоящую власть, управление, субстанцию, да, умина сэ ласир мя лав это храю, он пытается снять с себя ответственность. А рамбам беквиятто амыфурсемит, вот так рамбам, да, маймонит, в своем известном, в своем известном утверждении, да, даши, нефиша, адам, ахат, а именно, знай, что душа человека, она едина. Ба лимно, это мацав, он делает такое утверждение, он это делает для чего? Для того, чтобы препятствовать созданию ситуации, в которой шибо адам, и норуэш и кола кухотав, эм битуч или шиюто, который человек не видит, да, все свои силы, как выражение его единой целости, индивидуальности. Это вот очень, по-моему, красиво, если так можно сказать, да. Ба лахэн у немца бэмэнь пицуль и шиют мусарей. И как будто бы он находится в некотором разделении, да, расслоении, как это у человека болезнь такая, да, раздвоение личности, по-моему. Да, вот он находится так. Что-что? Да, раздвоение личности. А Рабамутви утверждает, нет, да, ши, нефиша, адам, ахат. А ты знай, что душа человека, она одна. И нет там такого пицули, нет там, вот это у меня злое начало, а это у меня такое, а это у меня доброе начало. Рабам говорит, что это человек, его внутреннее состояние, конструкция, да, все, это одно строение. Мацав зэ мидбатэ лэйтим бэээ нисухим кэгон. И такая вот ситуация, будем говорить, ситуация вот такого разделения, я говорю, разделения искусственного, да, оно временами обосновывается так. Йецри вяне лэйде хэт. Йецри, то есть мое злое начало, оно привело меня к этому нехорошему делу преступления. О, Йецри гаварала или злое начало вас за, как вас за что? Одалело меня. Что-что? одолела меня. Одолела меня, да. Это выше меня. Но это стандартно говорит. Не могу устоять, это выше меня. Несмотря на то, что с точки зрения реального и правдивого истинного положения вещей, выражение типа «Мое злое начало меня привело», по существу это попытка сказать по-другому, на самом деле гораздо более правильно и понятно. Это я добавил от себя более правильно и понятно. А не рассветить, на самом деле, я хотел. Человек не должен, это я сейчас от себя добавляю, как я понимаю, человек не должен говорить, скрываться за тем, что он как бы говорит. Вот во мне сидит там некоторый черный человечек, который я сразу, вот он мне повел, вот он меня сделал, вот он меня повел. Гораздо правильнее, честнее сказать, я это сделал, что ты сделал, а не какое-то там специальное отдельное построение который находится у тебя внутри и это в этом проявляется идея мудрецов в их комментарии к пасуху к стиху бихой лавха бихой лавха это известная как бы слова из центрального манифеста значит еврейской жизни еврея а именно из парашат шма из когда человек говорит дальше сказано и будешь любить ты бога своего бихой лавха бихой лавха всем твоим сердцем всем сердцем подрывается что не просто сердцем а если биться всем это означает что как бы она как бы множественно то что если сердце одно значит всем сердцем да ну как бы не пайкать центр невозможно у тебя много возможности его любить да вот они объясняют бихой лавха бишнеицарха означает двумя ецерами и тогда это шли и тогда это означает всем сердцем человек находится выше вот этих своих двух ецеров ецертов и ецера зло и и доброго начала и он способен обратить их обоих оба эти оба эти оба эти начала и зло и доброе на службу всевышнего и хазаль мудрецы да вы знаете такой хазаль хазаль это хахамин а именно хахамин мудрецы зихрона что что наши мудрецы хахамин да наши мудрецы до благословенной памяти сокращенно хазаль до рашид и вот аббревиатура помню по-русски называется биту зот и тэб и мидраш они это замечательно выразили вот следующем мидраше арыша им башут ли бам злодей находится во властыне своего сердца шины и мар вайомар эсав бе белибо как сказано и сказал эсав сверца своем вайомар еравам белибо и сказали аль перечисляются те которые отрицательные типажи вторых и вторых и танафи да эсав сказал в своем сердце еравам сказал в своем сердце дальше а вальцы диким ли бам бешутам да а ци диким праведники у них наоборот сердце находится на в их службы в их управлении есть так можно сказать да шины и мар как сказано в ине ими да бере талиба и вот она говорит по сердцу своему не знаю честно говоря надо посчитать откуда это не не может быть это хана может это в молитве хана не знаю вайомар давид эллибо а давид говорил своему сердцу как бы видно что не сердце говорит ему а давид говорит своему сердцу в ясэм даниэль алибо а это из пророка даниэля по виду да а даниэль положил на сердце свое вэдумим лэ бор амшен эймар и тем самым они похожи на своего создателя про которого сказано вайомар ашем эллибо и сказал всевышний в сердце своем подожди но как раз здесь и получается раздвоение личности то есть праведники они говорят своему сердцу они находятся вне своего сердца буквально да а грешник он внутри своего сердца говорит бы либо как раз наоборот грешники они едины вот судя по грамматики этих выражений а праведники наоборот они находятся вне сердца да они над ним как бы такая типа игры ты на шестая игра такая метафора можно поймать можно нет по-моему типа но если как бы музыка иврита говорит ваём эреса бэлибо в сердце своем это означает что у него сердце как бы в сердце есть перегородки и он из одной перегородки в другую а когда человек а когда говорится эллибо это означает что ты говоришь к нему то есть он для тебя как некоторые единая составляющая когда говоришь бэ бэ то внутри него это означает что там где-то вот отсюда говоришь а там слышно здесь какие-то по-видимому перегородки типа одно начало другое начало он сказал одного начала другому начал а ты либо или а либо то ты как бы сверху смотри для тебя это единое ну как-то так по-моему нет нет по моему ты как-то добавляешь то чего здесь нет то есть внутри своего сердца да как раз да он по два власти своего сердца то есть он находится внутри вот этого они да пожалуйста да да нельзя просто интерпретирует что в одном случае ты как бы разумом то есть ты разумом приказываешь сердцу а другом случае ты просто как больше на эмоциях работаешь то есть сердцем интерпретация такая возможно да но смотри здесь это ты правильно говоришь но только ты перекладываешь на более как бы простой язык и вот этот вот мидраж он более такое ну как бы как кубик рубик он закручен это можно и он не раскладывает такие простые как ты говоришь составляющие да вот есть эмоции а есть сознание тут как бы все время говорится либо злодеи бершут ли бам они находятся во власти всего сердца как сказано воем ирса в белибо он сказал в своем сердце и это как бы вот и то что он находится во властвовании своего сердца это выводится из как бы грамоте ну из того как это звучит он сказал у себя в сердце они наоборот как сказано про праведников то они говорят к и сердцу вот как как это разделить когда он говорит вы сердце и когда он сказал на сердце вы сердце это злодей а когда он говорил на сердце он правильно как это вывести но это не 24 окей что подальше каванат а дворим брура но сейчас поможет нам понять каванат а дворим брура и как бы общее направление идея этих мыслей она понят а лет миху ванна кувот а нефиш сердце оно как бы настроено или направлено на душевные силы в и как бы способность управлять она представляет собой свободу человека праведник он решает осуществить свою свободу поэтому наверное опять возвращается он говорит аль-либо то есть как будто ему приказывает в этом на нынде это я для тебя добавил да он осуществляет свою свободу из-за по причине того что это он тем самым становится похожим на сотворившего его то есть на всевышнего да в то время как злодей он себя позиционирует как бы в позиции того кто принимает приказы диктат от его душевного настроя и вот это на разница б-либо и аль-либо б-либо он находится во власти внутри своего сердца а аль-либо это означает что он или эль-либо это означает что он сверху него и говорит ему ну вот это вот-вот-вот нам так и объяснение да смотри а можно еще да получается смотри вот если человек во власти эмоции ну то есть там вот сейчас ему сказали какую-то плохую новость на работе там или где-то он такой прям готов взорваться взбеситься там да вот человек умный ну лицадик там допустим он он как бы разумом пытается попытается осуществить это сдерживание то есть он будет ровно также относиться к другим он как бы переварит а вот человек который ну вот сердце вот это все воспринимает он скорее всего взорвется ну то есть как бы тоже так же работает смотри мне кажется то что ты говоришь это как разумно меткабеля да да но мне честно говоря мне очень как бы по душе вот этот расклад когда человек позиционируется как единое целое и в этом он похож на всевышнего как всевышний который управляет всем всеми созданными человек тоже править это человек неведомая человек ведущий и неправильно неправильно когда человек оправдывает свои действия он говорит ну так мне закателось или когда он говорит ну ничего не мог сделать как бы вот меня одолела там злое побуждение на сам не правда потому что никто его не одолевал он сам этого хотят окей это он просто выставляет в качестве как бы в качестве некоторой аргументации своей своего сдавания позиции и попадания как бы в раз окей но еще одна фраза и как мы кончаем этот параграф энли канал и цаффич только кута киви не следует до до смиряться капитулировать между капитулировать перед вот тем диктатом диктатом ну как ты даже не преклонением а сдавание позициями перед природой да у меня гет и сорок ла корота а тут еще есть какая штука да с другой стороны нету никакой надобности ла корота искоренять ее это стремление почему я от себя добавляю ведь мы же помнишь куда это нам прав объяснял да что если бы не было злого начала которое означает в каком-то смысле до стремление к наслаждении этого мира и все прочее губы не полны в общем то да не может быть осуществлять как бы ну вот то что он должен делать на земле потому что он будет неполноценным поэтому с одной стороны говорят ты не должен ему подчиняться с другой стороны говорят а ты не должен его совсем как бы искоренить да опять я от себя добавляю по-видимому как говорят других религий типа как я себе представляю в христианстве человеку не говорят что у тебя есть силы с ним бороться да а ты к человеку говорят что изначально грешен все изначально плохо и только спаситель может тебя спасти так дальше а удаизм говорит нет он будет нет ничего не правильно искоренять да а правильно направить это как бы правильное русло такая идея продолжать на то ну то есть получается баланс некий то есть какой-то момент ты можешь позволить а какой-то критический момент когда когда этого не надо позволять и удержишь знаешь что они думают не говорится о том что смотри у тебя на поводке нет сырора в какой-то момент ты говоришь а дайка я успущу этот немножко что-то такое сделаю почему потому что если я не буду кайфовать я не буду настоящим человеком это не так все-таки говорится что неправильно разделять человек един как всевышний един человека есть сила бороться нет по основному вопросу что он изначально грешен изначально не это нет такое это неправильно потому что если человек изначально скажет что я вообще запрещу себе все стремления опять грубый пример да для того чтобы человек не грешил с другими женщинами правильно вообще не жениться и вообще не смотреть на них и вообще как бы не связывать меня с никакими связями вообще женщины считать как в христианстве что но сэдер жениться женитьба это вообще вынужденный шаг для того чтобы чем гореть в огне как бы это самое греха так уж лучше жениться и водаизма так что она не считает правильно есть святость брака и величие брака и вообще человек который не связался как бы с женщинами вообще не стал единым целом потому что только в слиянии как бы с женщинами физическом и духовном смысле он возвращается как в ситуации который был афганедом правильно окей сейчас только дочитаем вот этот вот конец то что я тут как бы начал говорить или мы начали говорить а нет наоборот следует использовать и и и таковой это вот это вот что и что кайкут кивит а именно ну вот природное стремление я от себя добавляю например к наслаждению благостями этого мира такая надеюсь что межба бы твуна с мудростью лыше масагат мотаротавши ладам для того чтобы осуществлять материализовать и задачи которые стоят перед человеком но это более-менее то что мы сейчас как бы объясняли поэтому так и окей ну такой непростой текст на по моему как бы ложится на сердце нет если кто-то что хочет добавить сказать мы будем рады как бы услышать глупых мнений нет и вообще как бы вообще такие тексты очень по моему человеческий мина затрагивающий каждого человека наверняка каждый из тех кто сейчас участвует в нашем обсуждении он наверняка про это думал сталкивался так дальше поэтому любые соображения не вполне принимаются окей хорошо несмотря на мой призыв до меня как раз картинка не складывается да во первых я на практике не могу себе такое представить да что когда мне сказали можно пить да я не стал бы там пить да либо там если бы я уехал куда-то далеко то у меня пропало бы от этого уже злое начало да то есть вот это как бы митраж да но на опыте я такого не представляю но почему нет но практически это очень понятно ну как человеку говорят те хочет сделать какое-то плохое дело правильно ему говорят нет проблем делай но при одном условии садись оборачивайся во все черное человек уже как бы неприятно правильно уезжай на тебе садись телегу и проезжай на конец света и там это дело но пока он будет все это делать у него же как бы желание пропадет нет смотри ты это показываешь вот пустыне телега черные одежды а в нашем мире да человек просто уезжает другой город и там допустим выезжает в отпуск и там он делает все что хочет там где его никто не знает вполне нормально для него наоборот это кайф но ты берешь такую ситуацию когда чайку от уезжать для него он как бы оторван от системы даже в этом случае то есть ты сидишь такой есть вот ну ты как бы вменяемый человек ты такой думаешь так я поеду сейчас жена дети тут остается я поеду на юг грубо говоря куролесить но если об этом узнают кто-то или ты сам там где-то в телефоне там оставишь следы или еще что-то у тебя сразу жизнь пойдет под откос как с водой раву хаги то есть ему по идее сказали бы попей воды конечно эти разрешают но смотри сейчас же пост там или что-то да грешишь пожалуйста пей не так или как или как вот на там ты приводил пример вот у меня жена красивая хорошая но что-то как нет нет огня и вот ты такой смотришь а там люська во дворе и вот жене говоришь ош там какая люсь какая и тебе жена говорит да иди к люське ну смотри завтра меня тут не будет да человек и сразу становится может быть действительно что чисто псих чисто психологически вообще вот эти вот желания сильные да то есть страсти такие они подогреваются какой-то очень сильный сиюминутный такой вещи просто просто на какое-то время он заставить его заниматься с тем что совершенно с этим не связано одеваться какие-то дурацкие одежды там что-то какие-то куда-то идти там по какого-то карабкаться и все у него желание проходит потому что по видему эти сильные чувства они очень пылкие идеи вот он он возгорел возжелал а ему говорят возжелал собак но только знаешь что сделай раз два три четыре пять ну понятно пока будет раз два три четыре пять уже как бы весь пыл ушел да мне уже ты нафиг не надо понимать по моему как бы психологический раз расклад даже на бытовом уровне он довольно понятен нет вот мне нет а есть еще другие мнения вот мнение я не понял или еще кто-то века как ты считаешь поскольку я вику знаю по другим занятиям я позволяю себе к ней напрямую обращаться и как ты считаешь каким таким другим занятием люди сразу заинтересовались мы как мы с тобой занимаемся евритом рано как с другими читаем всякие новости израильские нет я же не приду надо же дополнять какими занятиями это тут про грехи за ними заговорили окей но слышала я про то что душа которая живет в сердце и управляется разумом и есть такое в кабале а что это тоже животное душа в сердце которое то есть управление человеческое идет от разума это вариант расщепления да что есть разум который имеет власть есть сердце над которым разумеет власть да здесь же говорится наоборот я должен все это сделать едино вот это вот второй момент который мне здесь не понять мне нравится в ответ как бы на вику мне очень нравится что раз он приводит эти соображения приводит соображения не пытаясь их построить на том что изначально непонятно либо создается ощущение что мы недостаточно понимаем типа каббала например что животная душа аж такое душа это настолько надо быть внутри этого чтобы понимать чтобы не запутаться и не впасть в состояние когда начинаешь этим оперировать не очень понимая что это такое сейчас не про тебя говорили-то я в принципе говорю да мне очень как бы нравится вообще да тимофей а вижу сейчас секунду мне как бы очень нравится вообще ситуация когда раф это объясняет и он объясняет как бы ну логикой мы иногда видим что нас эта логика на не сто процентов убеждают окей но привозят и как бы ситуации из медрашей все прочее которые тоже сказать что 224 это нет потому что они они зачастую построены как некоторый и стиль калмуда он силь как бы некоторых таких кубик рубика такой вот и ньянь вообще китайской лаппель да вот может так понять а может так сказать сказал сказал бы бэлибо а любовь значит его сердце властвует на дни сказал аллибо а значит он властвует значит не сердце на дни властвует а он на сенту свят но это опять как бы такие штуки это не то что там 24 взяли и формулу доказали но во всяком случае как бы не знаю нет мне это принимается как бы более понятно чем идея там скобалой животное душа я халила ничего против этого не имею просто я как бы к тонте минимально слышно чтобы действительно считать что могу оперировать этими терминами доказывая себе другим наверняка нет потому что ну как бы это сложная вещь окей закрыты сами в себе здесь как бы закрытости нет раф это объясняет да тимофей мы слушаем да раз уж мы решили поделиться мнениями я вот задумался что когда человек вот ставится какую-то установку чего-то не делать то вот это вот максимально мобилизуется и очень сложно вот следовать своему обещанию ну допустим вставать вот в 7 7 утра то есть не ты себе не обещала ты может быть и так и так вставала как только вот решаешь что обязательно вставать масса преград я как бы это сравнивать с той историей про раба хагу да как только ему разрешили то как будто и сразу едва немножечко ослаб ослабил свою хватку может человек так технически как бы делать такой тренинг да ну хоть что-то делает может читали до этого он технически ему говорится помните там было такой росла человек все захочется делать ему говорится но вот займись торы не получилось там три ступени было не помню какая первая была была первая потом сказано займись торы ему снова не помогает что-что ма 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 да правильно вот правильно молодец дай ему час как славя мечты прости шма но не помогло ясер а дай на него как бы в голове там в сердце ему говорят ну хорошо за мистер а торы но опять не помогает ну тогда его пришпиливают и говорят а ты вообще подумай о дне смерти на место станет а он говорит а ну все теперь уже ничего не хочется если так то теперь уже ничего не хочется так что есть какой то опять меня привлекает собственно прочитали вот самое сильное для меня это представление человека как единой конструкции которая сложная противоречивая но она единая и у человека есть он единственно единственный властитель этой структуры и когда он говорит что мой еца сказал мне так делать он в каком-то смысле даже не в каком-то смысле он снимает себя ответственность и говорит меня вообще приятель есть живет 2 во мне такой черный человечек вот этот черный человек мне сказал а я устоять не могу и неправильно так говорит нет черного человечка скажи по простому мне захотелось я сделал себя гораздо честнее мне это как бы нравится мне кажется это правильный подход уточнить вот в этой книге говорит он что оба яцера живут именно в сердце да не в каких других я думаю да ну как бы считается я думаю тоже можно привести из традиции всякие цитаты выражения говорится что у человека стремление находится у него в сердце да ну а где еще ну как бы разум над сердцем то регулируется оба яцера мне кажется что рацию смотри мы сейчас трудно это как бы определитесь и как бы ну на одной ноге совершенно не знаю скажите можете сказать что я не прав мне кажется что как бы разум в данном случае выставляется как некоторые инструментарии которые задействуют человек то есть это некоторая логика человек принимает логику не принимает эту логику а яцер это некоторые такие вот это вот устремление человек наверное правильно когда человек связывает одно с другим но идет он наверно не за логикой по что по логике бы если бы он сел и на доске бы написал так мы приводим этот пример все время да но как бы он наверно примеры самой сильной страсти человека да человек сказал если я уйду от жены и пойду сейчас вот к любовнице написал бы всю эту формулировку себе да он в конце бы очень быстро пришел к потому что ему это и нафиг не надо что на этом только потеряет то есть мест овчинка не стоит выделки но а я царь его толкает и говорит и в этот момент человек не слишком думать задуматься не делал бы на такая идея окей поэтому я думаю что если я царь действительно как бы традиционно связаться с сердцем а именно с тем с тем местом в человеке в котором порождается желание окей есть и другое место который принимает решение следовать этим желанием или нет а и что следует из вот этих раз которые говорят судяки да он сказал своему сердцу или сказал над своим сердцем да 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 но все таки про сердце все равно говорится правильно да то есть желание они ну в сердце находятся но это вот собственно из вот этого объяснения бахоли ваха всем сердцем двоим и значит двумя началами которые в этом сердце да пришло на ум совершенно ну не совсем из другого опера ну просто то что сейчас подумал что вообще интересно что например как бы одно из движений как бы хасидизма хаббат да любаевский рэби вот это вот да у них название хаббат который все различные три ипостаси если так можно сказать интеллектуальной деятельности человека или во всяком случае мозговой деятельности человека хохма бенадрат а про сердце вообще не говорится а здесь вот раф именно про сердце как бы переводит мудрецов которые говорят именно про сердце они про разум вот как вика правильно заметила сам что направила нас здесь нигде не было сказано и это странно что ты вообще сядь и подумай голову тебя голова плечет она а нам все время речь идет как управлять сердцем но не с помощью разума но тут эти три это сферот и там сферот нету ни сердца ни разума то есть эти три объясняют и то и другое да викна ты нас опять уводишь в эти самые мы не очень туда идем понимаешь я наоборот я не я вообще там не понимаю окей мы тоже понимаем а вот андрей прочитал только что над своим сердцем так над своим сердцем еще и голова как бы получается если так читать я так вижу да есть голова и сердце ну то есть разум куда можно же в целом сказать что в человеке живет не обязательно в сердце все живет в человеке ну видишь эти цитаты тоже и стана ханил амар амар белибо ну как так понять пород перевод на русский который бизнес как бы кеврида человек сказал в своем сердце но сердце это орган который кровь разгонять как можно вообще сердце сказать что это означает ну есть как бы то что выше то что ниже условно опять же голова в сердце да и как бы если я там могу властвовать над желаниями это значит что то место откуда я властвую находится выше сердца которое желание значит условно будем называть его головой вот так вот по простому где-то посередине между потому что есть формулировка аль лев да над 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 сердцем да значит речь идет о голове то есть до места из которого он властвует на своим сердцем это какой-то более хорошо окей да ну хорошо то есть не пищеварение ниже властвует на человеком а от сердца и выше то есть мозги окей если властвует да есть если властвует говорит сердце своем да но но во всяком случае вот эти вот такие фразы которые по-русски тоже вполне как бы притчевый язык который человек говорит я не мог это выше меня но это как бы стандартно правильно качи бит это выше меня но это самообман значит выше тебя нет не выше тебя не ниже тебя есть только ты и все это просто прячешься за это и скажи это честно это будет первый шаг для того чтобы понять ситуацию а когда ты прячешься за какой-то щит некоторые второй половинки которые у тебя вот там она занимает какое-то отдельно стоящее самоуправление это самообмана такого нету окей по-моему это сильная мысль ну хорошо хотите еще секундочку да пожалуйста конва то какая что раф куков раф шерти говорит что когда вот эти две как бы части соединены в едино то это идеал ну или стремление к нему они по отдельности да как я понял правильно да конечно да ну да потому что до этого до этого нас убеждали льва сам еще доказывает аж была такая идея о том что человек который не живет полной жизни но я так сказать банально по-русски говорю который не живет полной жизни и наслаждается ну порту бешва там была большая да вообще надо фрукты есть и все и все и все и все и все для того чтобы вообще действительно познать всевышнего надо наслаждаться этим миром а если ты будешь как бы заниматься аскеза и все прочее это неправильно нормально всяком для человека но здесь вот есть тонкая грань да поэтому когда нам сейчас сказали что отсеки отсеки власть у меня свое сердце тут же осторожненько говорят но вообще здесь море отсекать совсем не надо что она как бы станешь душевным инвалидом такая она идея окей хорошо почитаем еще сколько-то давайте может быть начало начнем нет ну давайте тогда начнем хотя бы да так хину хла храют воспитание ответственности среди воспитателей да или в качестве воспитателей нет и кэра в этом смысле среди среди воспитателей мы видим иногда и на галу таков поведение областвующие над вещами которые приведены выше на галу таков не афуха обратно а обратное поведение тому что мы видели потому что сейчас будет очень сильная вещь а будет супер ведь сейчас мы сейчас все упадем со стулья я бы зачитал это в какой-то субботу даже не в это предыдущий я помню очень сильная вещь если действительно воспитывать и воспитатели будут идти сейчас пора в ушерке они просто бы упали все но и что дальше так миров да агали мацаво арухани шель к большому беспокойству о духовном состоянии вот этих воспитанников да они то есть вот эти воспитатели да склоняются к тому чтобы забрать и да правильно когда человек чувствует что ответственность за его действие не принадлежит ему тогда он ведет себя соответственно а понимаете как сильно у человека воспитатель забирают ответственность да он понимает что все от меня ничего не зависит и да соответственно то есть к чему раф клоне сейчас мы это увидим раф клоне тому что все на неправильно человеку говорит поступать так в котором вы говорите у него будет как бы даже внутреннее сопротивление и ощущение что это не он принял это решение если это не он его принял он очень легко может свалиться в другую сторону а по идее а по идее правильно подвести его объяснить ему ситуацию сделать ему расклад вот мы сейчас изучаем правильно вот перед вами перед всеми теперь есть расклад вы кончается урок и каждый думает а чем я дальше буду заниматься следующие пять минут я буду делать а либо я буду делать б если он сам выбирает а то это его естественный свободный выбор и в этом есть сила а если он ска а если он подумает а ну на там вот с андреем сказали этого не делать это неправильно вот это вот очень интересно сейчас будет а дальше еще круче будет да дети в средней школе уже пришли к полному осознанию и возможности выбирать свободным образом хотят они учиться или нет ну да ты с чем он клонится неправильно детей заставлять учиться они даже сами выбирать эту что вы сами должны выбирать правильный путь путь учения жена неправильно заставлять учиться так я понимаю да то есть раньше не было выбора учиться не учиться да и а сейчас есть или как или ходить школа а там выбирать учиться не учиться считаю что подальше слегка сейчас он я сначит уже примеры как бы жизнь продолжаем ну как бы основное основная передача то есть основной как бы волна на которой говорят эти самые воспитатели шемекабель а талмид мима арехи тахинуху основная вот эта волна наоборот принимает принимает учениц песня которая служит воспитанник или позывные которые слышат воспитанник да да который он получает от этой системы воспитания да она такая отдаюши по альпи ахок ты сидишь здесь согласно закону лока отаним цакан мишумше ореха их литу ты находишься здесь потому что твои родители так решили о ках мекубаль бахевра или так принято в обществе да как нам говорили все учатся ты учись правильно ребенок это не отца ему а там алькерце хочешь а ты не хоти эту фразу а ты не хоти не знаю как ваши времена в наши времена это было просто напев всех во всех семьях дару самых интеллигентов хочешь а ты не хоти и все человек по жизни потом ничего не хотел окей вот это навязывает нам получается да так шедерзе и холли гром ленар ломар ляцмо и вот это как бы трансляция да как правильный трансляции трансляции которому транслируют вот такие воспитатели да она может привести к тому что юноша да скажет себе в этом и шло ша аль о ти ма они бога по сути никто не спрашивал меня что я выбираю и тахэн шаити бухер лил мод возможно я выбрал бы учиться а вальки ванше их литу а вури зэ лобах раю ти но поскольку это решили за меня то в это вне моей ответственности о да вахэн и маму рэро це ше элмад мутав ше ашиур и ге мэаньен ахэрит ло африя поэтому есть ахэрит а не африя да ахэрит а не африя да это вообще революционная вещь поэтому если учитель хочет чтобы я учился тогда хорошо бы что урок был интересным иначе я буду мешать о почему почему ребенок мешает на уроке интересный жиму не интересно а ты сделаешь и было интересно а не говори ему что он обязан сидеть и отслужить почему уж так принято или так закон говорит это родитель от него требует нет если урок неинтересно это проблема учителя да он же хочет чтобы я учусь смотри в каком-то смысле да я не знаю насколько сто процентов это как бы везде и особенно в религиозных школах но послушай если чем чем ты идешь подальше по степени закрепления как бы рамок там в кредитных шхедерах дети сидят им говорят так столько то столько то просто сиди и зубри это какой-то свободный выбор есть я не знаю но вообще по идее действительно такая штука что неправильно учителю говорить вот у меня на уроках и они стоят на головах почему не стоят на головах потому что неинтересно говоришь конечно доходит иногда до абсурда потому что вообще в израильской школе например просто знаю как бы по нашей системе знак это там в россии или на украине в израиле учителем быть быть супергероем просто и все потому что дети ведут себя совершенно дико да но я бы скобка сказал что раф немножко идеализирует ситуацию как мне кажется зачастую это происходит того что дети дико невоспитанные и какой я не происходит из семей не дают никакого нормального основы фундамента какого-то минимального воспитания интеллигентности так дальше они ведут себя просто как бабуин да но так вот так так я слышал по рассказам но как и в идеале раф же как бы про идеал говорит но в принципе это действительно правильно человек должен заинтересовать только для того чтобы заинтересовать у ребенка должен быть изначально какой-то интерес к чему-то ему вообще не интересно то эта тема да а ему интересно телефон смотри тик ток как ты можешь заинтересовать ты не можешь занятие математику в тик ток произвести но это как бы всем сразу бы я бы спорил да вот я бы ему сказал такую штуку но как бы в идеальной системе он правильно было да он исходит из того из каких-то нормальных и все-таки нормальных учеников которых в принципе принципе хотят учиться их можно заинтересовать а не так что он смотрит телефон тех ток и все больше ему все и нафиг не надо вообще ничем не вам надо писать то что к сожалению по большей части происходят хорошо прочитаем еще один парадок если про себя говорить да как мы свободные люди нас никто не заставляет учиться да то мне понятно если я отвлекаюсь значит я какую-то неинтересно книгу читаю конечно а если интересно то я не отвлекаюсь да сто процентов вот то что у нас сейчас на занятии девять человек но это о том что у нас более менее интересная тема если бы мы дети были вдвоем с Андреем кроме нас двоих это никого не интересует мы не могли бы жаловаться и говорить все кругом идиоты они не приходят на наши занятия могли сказать что мы идиоты потому что мы неправильно представляем рауши скажем так рау то нельзя сказать что он как бы неумно пишет мы можем только неумно его представлять да то есть у нас частичная победа окей ну хорошо почитаем еще параграф как у родителей и как учителей у нас есть только одна ответственность и она в том чтобы поставлять информацию правильно ну правильную информацию Поставлять правильную информацию. Да, информацию мужского рода не говорите. Да, окей. Ну да. У нас нет возможности решать вместо воспитанника, и его решение не в нашей ответственности. Сто процентов, да. Вопрос, будет ли воспитанник праведником или грешником, зависит... От свободы выбора. Только от его свободы выбора. Да, от его свободы выбора. Так, от его свободы выбора зависит, будет ли он грешником, да, а мы что, от нас зависит, поставлять ему правильную информацию. Ну, совет. Некоторые идеальные, по закону вопросу, новые, совет. И система воспитания виновата. Получается, система воспитания не может быть ни в чем виновата. Окей, потому что, в конце концов, ему самому решать. Но, опять же, мне кажется, что Раф как бы немножко разносит это и ставит по абсолютным увеличениям. То есть, ну, как бы в реальности все-таки это немножко перемешано все. Но, как бы идеальная постановка вопроса, действительно так. Окей. В таком случае, так, по-видимому, людям правильно было бы воспитывать, начиная с какого-то возраста, детей или подростков, с тем, что они сто процентов несут ответственность за свои действия. Если он будет Раша, либо Цадик, зависит только от него. И как бы Раф здесь, в данном случае, он модулирует такую постановку вопроса, что надо, начиная с подросткового возраста, возлагать на человека сто процентов, как бы, ответственность. Александр Ильич, включать его к этой мысли. Наверное, так. То есть, нужно поменять саму концепцию образования. Если раньше транслировали, что так положено в обществе, ты не можешь от этого уйти, то нужно теперь внушить ребенку, что от тебя зависит, кем ты будешь дальше. Это зависит, там, выбор в твоих руках, ты свободен. Да. Очень скоро. Тогда, по-видимому, начиная с подростка, он не будет делать плохое не потому, что его за это могут наказать, либо там еще что-то, а потому что он поймет, что это неправильное поведение, и он становится рабом своих желаний. И, как бы, он не выполняет свое предназначение, по большому сути. Ну, как бы, вот такой надо расклад. Почитать. 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 Вот, Андрей, вот только... Алло, мне слышно? Да, конечно. На самом деле, спорный вопрос, потому что себя вспомните в детстве, когда у вас гормоны еще начали играть, в это время особо ты не понимаешь, что происходит, и что хорошо, что плохо, кто формирует понятие, что кроме родителей, которые там, ну, вечером, утром сформируют это понятие, еще до, возможно, какой-то бэкграунд есть, когда ты маленький был, формировало школы, общество, близкие. Как бы, тут нельзя просто сказать, что вот ты сам выбирай, ты будешь правильно там что-то делать. Закладывают не только родители, но и общество. То есть, как бы, ну, такой непростой вопрос. Вот, как бы... Это ты правильно все говоришь. Опять, мне кажется, что, действительно, мы, как бы, можем сказать, что то, что говорит Раф, это немножко идеализированная ситуация. Мне тоже так считается, но в целом она идеализированная. Но, как бы, как модель, посмотрю вопрос, ну, правильное, в моих глазах, что надо воспитывать понимание личной ответственности у человека и его свободного выбора, а не так, что он принимает решения на основании просто жесткой системы, которая навязана ему сверху. Потому что тот момент, когда у него будет возможность сбросить эти жесткие рамки, ну, так все, он будет делать, что ему захочется, и все. Окей. Это бесспорно, ты прав. Да, наверное, так. Просто к этому сложно подойти тоже, как бы, к такому решению. А вот мне просто интересно, так вот, Афтоп, а вот в Израиле в школах воспитательные функции осуществляются, или там только образовательные функции? Нет, почему. Есть даже специальная дура, называется механех, то есть воспитатель. То есть есть морим, которые преподают, ну, микцоот в смысле специальности. А есть механех, но смотри, это отдельная штука. Есть очень большая разница в подходе между религиозными и нерелигиозными. Опять же, внутри, во всяком случае, религиозных совершенно есть разные подходы между харидим, между те, которые вязаны экипой и так дальше. Поэтому есть как бы разница, есть сильная разница в подходе. Но в целом, в целом, действительно, я думаю, в Израиле, как и вообще в современном обществе, ну, это очень большой вопрос или проблема о том, что недостаточно людям давать только специальность. То есть казалось бы, правильнее просто давать специальность, и все. А все остальное он сам доберет. А надо прививать им какие-то моральные ценности. К сожалению, это очень сложно сделать. Поэтому общее, как бы, посмотрел вопрос, так, Алосянович, насколько мне кажется, не религиозных в школах, основа вопроса такая. До того времени, когда начинают на аттестат зрелости, который важен для дальнейшего осуществления жизненного пути или устремления поступать куда-то и так дальше. Надо иметь хороший багрут, аттестат зрелости. До этого полный бардак и безобразие. Вообще никто ничего не учат. Только когда они понимают, что надо что-то делать, потому что иначе пролетишь. Вот. Тогда начинают учить специальности. В основном, это математика, английский. Вот. А все остальное, оно идет очень слабо. Потому что считается, что это, как бы, по жизни не сильно нужно. Ну, религиозная школа, кстати, она по-другому, да. Но сказать, что есть какой-то идеал, мне бы, трудно сказать. Просто в российских школах юридически даже вроде как оформлено, что чисто образовательные услуги теперь. Мария, в Израиле тоже, но в Израиле есть некоторая, как бы, ситуация, которая связана с реальной ситуацией в стране и которая даже не исходит из Равошерки, да, но которая получается, что она идет по нему. Ну, например, очень большой процент, все-таки больше половины выпускников идет в армию. Вся израильская армия, она построена очень сильно на принятии личных решений на личную ответственность. И, ну, правильно говоря, что после армии вообще так называемые подростки, которые либо до этого, они становились совершенно другими. Человек реально как бы... Это не так, когда, не знаю, у нас на этих самых сборах военных после университета, да, нам дали младшего лейтенанта, нам давали на стрельбище, там, три патрона, потом забирали обратно, я не знаю, еще типа этого, что... Ну, солдат здесь реально, он... Меня поразило вообще, что нам сразу выдали оружие, да, когда прошли там курс молодого бойца, нам было уже больше 30 лет, не менее. Выдали оружие вообще с нормальными, с боевыми патронами, там их в Махсаните 29 штук, насколько я помню. Вообще какой-то ужас, как человеку могут такое, да, потому что это район, человек должен сам решать, да, но при этом объяснять, как ты можешь действовать оружием. Ну, вот как бы пример. А в школах... Не знаю, когда этот Раф написал эту книгу, я думаю, может быть, тоже он написал ее лет 10 назад, что сейчас происходит с интернетом и с тиктоками, и со всем. Это же как бы безумие вообще, с которым очень трудно бороться, поэтому тоже непонятно. Отбирать в школах религиозных, например, не разрешают пользоваться телефонами, то есть мобильниками, вообще в школе. То есть не отбирают, не разрешают пользоваться. В нерелигиозных, по-моему, не разрешают пользоваться только на уроках, а дальше ты можешь пользоваться. Но вообще, чем дальше, тем ситуация становится все сложнее. Такая, наверное, штука. Окей. Ну, хорошо, давайте, может быть, на этом остановимся. Нам немножко осталось до конца этого параграфа. Ну, может быть, это нормально, да, мне так кажется, да. Оставим на следующий раз, во всяком случае. Мне кажется, что это чрезвычайно важные вещи. Последнее предложение Лахен, вот это Лахен, это последнее предложение осталось. Можно прочитать? Лахен. Ну, давайте, прочитаем его. Можно я прочитаю? Да, конечно. Это где было? Лахен, пожалуйста. А, мы не дочитали? Лахен. Лахен. А, да, слуха. Ну, пожалуйста. Лахен. Ималимут. Ветнаагут. Да. А муссаримт. Бабайт сефер. Овхим. Лехова. Да. Бомаком. Лескот. Лесхуд. Лесхуд. Да. ЗАР. Нет, ЗЕУ. ЗЕУ. ПЕТАХ. ПЕТАХ. Да. Лехуцер. Багрут. Багрут. АТАМШИХ. Нет, МИТМАШЕХ. 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 Ну, замечательно. Давайте все вместе переведем. Лахен ималимут. Ветнаагут. А муссарит. Бебайт асефер. Овхим лехува. Значит, обучение. А. И поэтому, если учеба, да, и поведение, и моральное поведение, либо этическое поведение в школе превращается в обязанность. А. Овхим. Превращается. Превращается в обязанность. В смысле, а не в выбор. Да. А. Ну, вот написано БИМКОМСХУД. Вместо того, что у человека есть право, имеется в виду право выбирать. А тут у него права выбора нет, а ему говорят, делай А, не делай Б. А. 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 Я знаю, откуда Владимир и Вихра, откуда они там появились. Я сейчас напишу вам место, страницу этого курса, и там все написано. Но, грубо говоря, у нас обычно было по... Андрей, поправь меня, по среде Йом-Рви. Но сейчас мы заняли вот этот Йом-Ришном воскресенье. Обычно здесь была книжка, мы изучали книгу Беодмуэт, которая посвящена праздникам. Но, по сути, получилось чисто технически в этом году два Адара. И Пурим, он еще практически через два месяца. Мы решили это пока что заняться два раза в неделю вот этой книгой. Поэтому, окей, это и Йом-Ришон, и Йом-Рви, то есть и воскресенье, и среда. Окей, но подробно я напишу. Я сейчас пришлю ссылку на вот эту группу. Телеграмм? Да. Телеграмм? Да, и туда же брошу. Как называется группа? Я сейчас все напишу в том, где мы находимся. Окей? Хорошо? А, вы в Зуме напишите, да? В Зуме напишите. Нет, я напишу в группе «Израиль» из первых рук, там, где вы и Вика. Хорошо? Понял. Сейчас надо начать, потому что там урок иврита сейчас начинается. Сабаба. Все, всем счастливо. Пока. Пока. А какой урок? Пока. Дословный перевод будет, да? Я положу туда эту книжку на иврите. Хорошо? Хорошо. 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 Хорошо.